Возможна ситуация, когда даже после аугментации у нас получается переобучение нашей модели на наших данных. Что делать в таком случае? В таком случае есть несколько более умных решений. Во-первых, рассмотрим процесс обучения. Вот у нас есть полином. Мы берем некоторое его начальное приближение в начале обучения. От итерации к итерации наша лосс-функция будет падать на тренировочной выборке. Однако будет ли лосс-функция всегда падать на валидационной выборке? И ответ нет. Когда у нас начинается переобучение, в этот момент у нас лосс-функция на валидации начинает расти. То есть есть некоторый период, когда лосс-функция и на тренировочной подвыборке, и на валидационной падают. Затем наступает момент, когда лосс-функция на тренировочной подвыборке начинает падать быстрее, чем на валидационной. И в какой-то момент лос-функция на валидационной подвыборке начинает расти. Это сигнал, что мы начинаем переобучаться. Как это выглядит на графиках? Вот у нас начальное приближение нашего полинома. Вот оно. Затем мы делаем одну эпоху. Что такое эпоха? Это когда мы проходимся по всем элементам нашей обучающей выборки. По одному разу. Мы делаем одну эпоху и результат наш становится лучше. Он приближается к зеленым точкам. Затем мы делаем еще одну эпоху. И у нас получается модель, которая уже очень даже неплохо подгоняет наши тренировочные данные. Стоит отметить, что и тренировочные, и валидационные лос-функции при этом падали. Далее мы делаем еще одну эпоху. И у нас получается такая ситуация, когда у нас еще лучше лос-функции и на тренировочном подмножестве, и на валидационном. Мы делаем еще одну эпоху и внезапно видим, что лос-функция на тренировочном подмножестве упала, а на валидационном и выросла. И вот в этот момент имеет смысл остановить обучение. Этот подход называется early stopping. Это не совсем регуляризация, но это один из способов преодолеть проблему переобучения. Как можно делать early stopping немножко более умно? Можно делать обучение на протяжении достаточно большого количества эпох. Однако в конце выбирать такую модель, которая давала минимальную лос-функцию на валидации. Продолжение следует...